Друзья, всем привет! Я отработал два дня и завтра у меня уже выходной. Но вот эта движуха, которую я запустил, она начала работать еще со вчерашнего дня. И я кое-что записал, что было вчера. Давайте посмотрим. Друзья мои, в общем, тема такая. Решил записать, взял камеру, решил записать, поделиться именно первыми впечатлениями. Сработало. Фото. Не вернее, не фото. Портрет из фотографии. Вот что сейчас работало. Закрыл как бы первую сделку. Она всего на 150 рублей. Но самое главное, это начало я закрыл. И следом мне пишет человек, чтобы создать логотип. В общем, договорился на 400 рублей, чтобы ему сделать и разработать логотип за 400 рублей. Завтра у меня хоть будет и смена. Ну, блин, вроде согласился. И завтра будем договариваться и понимать. А вот эти вот 150 рублей, то есть они у меня уже поступили на карту. То есть начало есть. Как дальше, что будет продвигаться, буду смотреть, буду делиться. В итоге, я договорился с человеком, чтобы сделать ему логотип, а это аэроклуб какой-то. Ну, вернее, я знаю какой, я просто его название не буду говорить. За 400 рублей. 200 рублей мне уже перевели предоплату. То есть я сделал в районе, не в районе, 12 логотипов разной формы, разного образца, разного содержания. То есть как образцы в таком черновом варианте. И скинул. Скинул это я еще утром. До сих пор, пока он не прислал то, что его заинтересовало. Ну, скорее всего, человек занят, как это всегда бывает. Сейчас у нас уже почти 10 вечера. И я думаю, сварить пелемехи. В общем, движуха прет. Не все так просто. То есть вот эти все объявления, которые я запустил, они не были бесплатны. Я не знаю, говорил об этом или не говорил. То есть единственное, самое первое объявление, которое ты публикуешь, оно для тебя бесплатно. Это я про Вита. А все остальные были по 105 рублей. И потому что это самая простая публикация, без продвижения, без ничего. То есть я так понял, в одну и ту же, если группу я в услуге размещал, в услуге размещаешь, что только одно объявление можно из группы. Все остальные будут платные. В итоге я разместил 6 объявлений. То есть, грубо говоря, мои затраты 525 рублей пошли. И на Юлу 3 объявления. Юла что-то вообще ни о чем. Там тоже первое объявление было бесплатно. Остальные по 99 рублей. То есть тоже получается, грубо говоря, 200 рублей ушло еще и на Юлу. И номер я купил там 365 рублей. Ну, в общем, я все фиксирую, все записываю. И в итоге, что получилось? За аватарки, ой, не аватарки. Ну, девушка мне писала заявку, делала 150 рублей получилось у меня с нее. И отсюда пока 200. Ну, положено начало. Но смысл даже не в этом. Смысл просто хотя бы сейчас понять, где лучше какие ниши запускать. Это будет Юла или Авито. И где на Юле какие лучше ниши запускать, на Авито какие лучше ниши запускать. И дальше в каком направлении двигаться, что убирать, что новое пробовать, тестить. Ну, в общем, вот такое настроение. А сегодня что я уже? Сейчас пелемехи сварю, покушаю и уже, наверное, завтра до утра. Хотя, может быть, сегодня еще что-нибудь скажу. С добрым утром. 11 час. Что-то я сегодня прям-прям-прям-прям выспался. Так, что хочу сказать. Списался я с заказчиком. То есть он уточнил, какой ему нужен конечный результат вот этого логотипа. Сейчас нужно наброски еще сделать, варианты ему скинуть и все. И забрать оставшиеся 200 рублей. И также я хочу с ним поговорить насчет того, чтобы сделать ему календари на его аэроклуб. Сделать принты, которые он может распечатывать тоже на футболке, игрушке. Если у него этого нету, ну, такого предприятия, продажа сувениров, что внедрить ему идею. Потому что я уже нашел человека, нашел фрилансера, который это все сделает в электронном виде. То есть этим я уже как бы заниматься не буду. Я с этого буду иметь свою часть. То есть вот эту вот фишку тоже. То есть календари, разработка принтов. Если будут заказы уже на это заходить, то сам я этим заниматься не буду. Вот так. И я сейчас к такому выводу пришел, что я периодически туда сухими завтраками завтракаю. Это сухой корм для людей. Шарики. С молоком. Ды-ды-ды. Что получилось в итоге? Было предложено несколько вариантов логотипов, которые, ну, как-то что-то в них было не то. То есть для заказчика они чем-то не нравились. И в итоге я доработал. Вот такой вот получился. Это черновой вариант. И вроде как норм. Что теперь? Жду перевода оставшихся 200 рублей. И по итогу я ему сделаю сам вот этот логотип. Все нюансы. Все полностью доработаю. Ну, как можно на белом фоне. Потом вот этот же логотип на прозрачном фоне. То есть для того, чтобы его можно было крепить на всевозможные фотографии для инстаграма. Я не знаю, как печать использовать. Ну, в общем, хоть куда использовать. И этот же логотип на разных, на разных, на разных тонах. Для того, чтобы можно было его использовать как аватарку для соцсетей и прочего. В принципе, о чем мы изначально и договаривались. Ну, в общем, как-то так вот все продвигается помаленьку, полегоньку. Никогда я не радовался так 200 рублям. В итоге все, все перевели. Перевели мне на карту. И вот эта вот фишка, когда ты что-то, не фишка, момент. Момент, правильнее будет сказать. Когда ты что-то начинаешь делать. И вот эти первые удавшиеся шаги, они самые непередаваемые. Даже в дальнейшем, когда, к примеру, будешь получать по 10 тысяч с одного какого-нибудь заказа, с одного клиента, они не так будут радовать, как вот эти 200 рублей. И вот этот вот момент, он самый, прям самый, самый топовый. Мне еще этот человек сказал, что ему нужны какие-то сертификаты. Вернее, оно не сертификаты. Ну, что-то типа на подобии сертификатов, куда вписывается номер машины и все. То есть, дизайн вот этой вот штуки разработать. Я не знаю, что это такое, но, в общем, я согласился. Поэтому будем дальше разбираться. А сейчас я доделаю то, что положено с логотипом. Доработаю его. Итого за логотип 400 рублей, которые уже у меня. Сейчас, выдвигаясь в офис, в маске приходится ходить по городу, потому что в магазин планирую зайти. Мне нужно часы отработать с 6 до 10, то есть 4 часа, чтобы пораньше уходить. Не в 9.30, а в 9. И сегодня, в общем, нужно 4 часа отработать. Не знаю, сколько получится заработать, вообще получится ли что-то заработать. Может быть, 200 рублей получится заработать, может, тысячу, может, вообще ничего не удастся заработать. Но сегодня главное отработать часы. Вот такой он товарный бизнес непредсказуемый. Поэтому в офис отрабатывать часы. Кстати, у нас, смотрите, как светло. Хотя сейчас, ну, где-то уже без 26. 10 часов вечера, закончилась моя смена, и я домой отправляюсь. На улице еще даже солнце не село. Кстати, в итоге получилось у меня заработать в районе тысячи. Да, понятно, что это немного. Можно было и 1700, и 2000 сделать. Но учитывая то, что это была просто отработка часов, в принципе, ну, результат нормальный. Тем более, я не знаю, часа полтора-два всего что-то поработал. Остальное время просто тубо сидел в Ютьюбе, переписывался. Ну, вот так вот. Ну, неохота работать, когда у тебя просто отработка часов. С добрым утром, друзья. 5.36. Не знаю, почему я так рано встал. Вернее, встал я вообще без 25. Вот решил на балкон выйти. Буквально сегодня пару часов поспал. И все. Ну, ничего страшного в этом нет. Если что, днем себе легкую такую сиесту строил. Смотрите уже на улице, как классно уже. Уже светло, уже день. Тут стрижи вокруг кружаются. Ну, в общем, смотрите. Вот у нас как. И вот эти вот птицы, которые вот летают, это стрижи. Их тут очень-очень-очень много. Понемногу вперед продвигается дело. Сейчас зашел тоже заказ. Ну, как бы человек начал писать. По поводу создания аватарки. Для того, чтобы ему создать аватарку. Для дискорда, еще куда-то в соцсети. То есть, там какая-то киберспортивная команда. И для них нужна аватарка для их клана. То есть, в принципе, я списался, договорился. И предоплата тоже, пусть миниатюрная, это 100 рублей. Но предоплату я взял, договорился аватарку ему сделать за 150 рублей качественную. Вот. То есть, я еще с тем логотипом до конца не доделал. Потому что, блин, ну, как-то немного лень. Да то-то-то-то-то-то. То есть, вот так вот получается. Тут еще вот это залетает. И еще что я сделал. Я отснял видео. Судя по всему, когда вот этот ролик уже выйдет на канал. Тот, который я видео сейчас отснял, он уже будет на канале. То есть, видео по поводу того, чтобы люди мне могли, ко мне вернее, могли обращаться. По переселению, по помощи в получении гражданства. По каким-нибудь таким вопросам. То есть, через YouTube, который могут меня находить. И по какой-то минимальной цене, чтобы я их мог консультировать. Ведь действительно, это круто. Потому что, к примеру, я недавно просматривал по Авито. Это отправка того же паспорта в Омск. Сейчас цена от 10 до 15 тысяч они берут. И если человек не знает, как что правильно сделать, он отдаст эти деньги. Хотя, по факту, он сам может то же самое сделать. И ему это обойдется в районе 4 тысяч. И сутки времени. Но ему действительно, само придется съездить. Но, когда человек этого не знает, он думает, что неизвестно, сколько времени там это займет. А куда идти? А как все найти? А как в очереди стоять? И, к примеру, я ему могу подсказать прям полностью всю эту дорогу. Рассказать, ну, рублей там за 50, за 200. Ведь, согласитесь же, круто, чем отдавать 15 тысяч, отдать 50 рублей. И два проезда на метро или одно мороженое. То есть, ну, вот как-то так. То есть, вот этот ролик, который я запущу, он не столько для того, чтобы заработать на этом каких-то денег, а именно начать двигаться в этом направлении. А в любом случае, любой труд, он должен быть оплачиваемый. То есть, вот как-то так. Вот эти уже дела сделаны. Хотя на часах еще только буквально 9 утра. Если ты хочешь испытать всю прелесть дурдома под названием госучреждение, попробуй что-нибудь оформить. Все дело в том, что перед этим коронавирусом я подавал документы на полис медицинский, чтобы его получить, мне выдали временный. И в налоговую, чтобы ИНН поменять. Вот. Потому что на данный момент у меня на руках вообще нет никакого ИНН. Я не могу ничего из-за этого сделать. То есть, вообще ничего не могу сделать. И что получается? В налоговую ездил, она была закрыта для посещения. Я думаю, ладно, подождем. И за полисом они тоже не работают. Сейчас дозвонился, ну, кто полис его дает. Сначала в больницу дозвонился. А, в единую справочную, вот эту. Единую городскую, единую регистратуру. Мне сказали, типа, звоните туда, звоните в поликлинику. Все. Я дозвонился до поликлиники. Еле-еле дозвонился, кстати. Мне сказали, не знаем ничего. У нас это все закрыто. У нас не работают эти полисы. Мы не выдаем сейчас. Ну, вам нужно зайти на сайт. И сайт, там, сим. Ну, в общем, сайт какой-то сказали. Я туда зашел. Тоже дозвонился до них все-таки. Мне сказали, что они сейчас закрыты. Мы, типа, не выдаем. Они не выдают. Ну, я, типа, ну, как будто я туда не дозвонился. Да, типа, вот, вы закрыты. Я говорю, а что делать? Ну, походите пока с временем. Я говорю, а как? У него срок действия есть. Говорят, ну, типа, указом можно им пользоваться. Ну, ладно, думаю. Хоть эта проблема решена. Давай в налоговую звонить. Дозвонился в единую вот эту вот налоговую. Операторскую, которую через студист нашел. Она мне говорит, какой номер налоговый? Я говорю, девушка, я не знаю номер налогового. Такой-то адрес. Она говорит, а номер налоговый какой? Я говорю, я не знаю номер налоговый. Вы можете там посмотреть у себя? Она говорит, нет, не могу. Говорите номер налоговый. Я говорю, сейчас, хорошо. Встал, подошел к компьютеру, забил. Прямо вот так в поисковике налоговая находится по такому-то адресу. Мне выдала, говорит, такой-то, такой-то налоговый номер. И назвал она, говорит, сейчас я вам... Я ей сказал сначала свою ситуацию, а потом говорит, а по какому вопросу? Я говорю, такая-то, такая-то, такой-то вопрос. Она говорит, сейчас я вас к ним перенаправлю. Перенаправила меня в ту налоговую. Я девушке опять то же самое повторил, с какими вопросом. Она говорит, сейчас ожидайте, я вас перенаправлю на другую линию. Перенаправила на другую линию. Я опять все повторил, какой у меня вопрос, что тому подобное. Она мне говорит, а мы этим не занимаемся. Я не знаю, вот позвоните по вот этому номеру после обеда. И, возможно, они вам дадут информацию, как там, что договориться. Вот такой вот, друзья, дурдом под названием государственное учреждение. И когда-то там хочешь что-то оформить. Ладно, я к этому уже, в принципе, привык за время получения гражданства. Но за вот эти полгода, когда я уже не бегал, начал немного забывать. Ну что ж, как говорится, пришло время вспомнить. Удалось все-таки в налоговую дозвониться. Они мне сказали, зайдите на сайт налог.ру И там, типа, запишитесь. Запись за две недели. Ну, зато я записался. Теперь осталось не пропустить день. Там день, прям час, все записываешь, все нормально так. Распечатать вот эти нужно электронный талон на всякий случай. И все. В принципе, через пару недель я уже иду и там, надеюсь, ИНН получу. Потому что задумок много. И без этого ИНН я ничего делать не могу. Даже оформиться как самозанятый в налоговой. Ну что, дамы и господа. У нас уже вечер. Мои выходные подходят к концу. И то, как сказать, выходные. Ну, такие вот выходные, какие были, такие есть. В итоге, вторую логотипку, уже заговариваясь к вечеру. Аватарку вторую я тоже доделал. Ну, уже все утвердил ее. Нормально. Теперь осталось до конца ее разработать. Ну, этим я уже думаю, завтра займусь. Там буквально на полчаса, наверное, делов. И все будет готово. Денежку мне тоже перевели. То есть, за второй логотип, я просто не помню, говорил или не говорил, 150 рублей в итоге. Что получилось? Получилось, пока на данный момент сработали логотипы и аватарки. Фото. Ой, не фото. Портрет из фото. Вот эти два. И по просмотрам тоже нормально, в принципе, набирает. Это помощь по переселению. Что-то такое. Но пока оттуда никакого трафика не заходило. Все равно, в любом случае, сейчас идет аналитика. То есть, какие оставлять позиции, какие добавлять, что убирать, что дальше поднимать и прочее. То есть, где-то еще, по идее, 300 рублей мне надо, чтобы вот эти вложения, которые я тысячу с чем-то вложил, вот в итоге в эти объявления, чтобы они вернулись мне. То есть, грубо говоря, вышел в ноль. Ну, будем смотреть, что получится. Сейчас, в принципе, тоже насчет логотипов или аватарки, вроде насчет нового какого-то логотипа разработать написал человек. Ну, я ему ответил. Он пока не отвечает. Не знаю, что будет, как будет, как будет дальше происходить. Вот, завтра, получается, мне на работу. И что, ну, до следующих выходных. Как придут следующие выходные, я с вами поделюсь, как они у меня проходят. Кому интересно, кому не интересно. В итоге, в любом случае, этот канал я веду для самого себя. Это мой как видеодневник, чтобы спустя год-два пересматривать и понимать, вот я вот таким был и вот до такого уровня дорос. Ну, а кто смотрит за моей жизнью, смотрит мое видео, отдельно вам, друзья, спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за вашу поддержку. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok